Однажды, 180 лет назад, чешский писатель Карл Гавличек сказал «Русские называют все русское славянским, чтобы потом назвать все славянское русским». Эта фраза очень точно описывает многовековую стратегию экспансии русского мира на окружающие земли, исторические и культурно русским не принадлежавшие. Если мы вспомним новейшую историю Украины, а именно 2014 год, то становится понятно, почему россияне первым городом захватили именно Славянск. Символизм названия эпицентра событий стал важнейшей частью информационной спецоперации в поддержку так называемой «русской весны». Но это только верхушка айсберга. Россия многие годы с помощью пророссийских политиков и целенаправленной пропаганды повсеместно навязывала идею о том, что Донбасс – это якобы исконно русский регион. Из ярких примеров можно смело вспомнить выборы 2004 года и кремлевских политологов Януковича, разделивших Украину на якобы русский восток и бандеровский запад. Стоит понимать, что гибридная война России против Украины началась не в 2014, а в 1991, сразу же после подписания в Киеве акта провозглашения независимости. Если осознать этот факт и принимать его во внимание, то сегодняшние неуместные проявления русского мира на украинском Донбассе все эти триколоры, двуглавые курицы, кокошники, косоворотки и матрешки будут вызывать только лишь гомерический хохот. А если чуть копнуть историю, то от утверждения об исконно русском Донбассе не останется камня на камне. Существует один очень интересный и уникальный исторический документ. В 1930 году в Луганск с лекциями приезжал крупный советский историк Сергей Пьянтковский, автор многих работ по истории революции и гражданской войны. В 2009 году Казанский университет опубликовал записи из дневника ученого, которые велись им с 1927 по 1934 годы. Особенно интересно описание впечатлений Пьянтковского от посещения Луганска и общения с его жителями. Вот характерная цитата. Здесь абсолютно все учатся. Четыре вуза полны рабочими и донецкими крестьянами. В вузе я выступал с докладом. Все преподавание идет на украинском языке. Ребята даже плохо говорят по-русски. И мне присылались записки, написанные по-украински. Это описание Луганска 1930 года. В сети есть этот дневник. Официальное научное издание. Я оставлю ссылку в описании. Про Луганск там с 395 страницы. Другие цитаты. Очень недурно говорил со знанием исторических фактов какой-то рабочий. Участник знаменитого восстания в Горловке. Старый уже украинец. Довольно опытный массовик-оратор. Он произнес вообще интересную речь. Удачно вспоминал события в Горловке и обращался к аудитории и на русском, и на украинском языке. Секретарь ячейки, украинец, не говорящий по-русски, с ужасом мне сообщил, что их профессор по истории Грушевский, не то племянник, не то брат украинского академика, думает о какой-то особой схеме Украины. А этот представитель украинской культуры был искренне уверен, что никакой особой схемы украинской истории не существует. И мне, великорусскому шовинисту, пришлось рассказывать ему о том, что украинский народ имеет свою историю и что может быть и особая схема истории Украины. В последней цитате есть намек на, казалось бы, историческую объективность и научную беспристрастность московского гостя касательно украинской истории. Но другие рассуждения Пянтковского объясняют, почему в его дневнике фраза «великорусский шовинист» написана без кавычек. Любой московский интеллигент заканчивается на украинском вопросе. Однако тут нужно отметить главное. По описаниям историка, Луганск 1930 года – это абсолютно украинский город с украиноязычным населением. Если бы тогда кто-то заикнулся о Донбассе как об исконно русских землях, то он бы вряд ли целым и невредимым унес ноги из Луганска или Сталина, тогдашнего Донецка. Это действительно удивительно, и мало кто об этом говорит, но несмотря на то, что в Украине на тот момент уже более 10 лет господствовала социалистическая идеология, это не мешало украинцам отстаивать национальные идеи. Вы только послушайте, что писал историк Пянтковский в следующем, 1931 году, 424 страница дневника. На Украине пришлось приступить к организации Украинского института истории. Первые же впечатления необыкновенные. На первом заседании спор возник о том, будут ли на Украине готовить специалистов по истории России и Украины. Я доказывал, что нужно готовить и по истории России, относясь к истории России так, как они относятся к истории Франции. Украинцы вообще хотели выкинуть историю России из всяких изучений. Люди сейчас же стали орать дикими голосами, обвиняя меня, во-первых, в великодержавном шовинизме, во-вторых, в том, что я силой великорусской культуры хочу задавить молодую Украину. Существует настроение среди украинской интеллигенции. Как националистически она настроена и какую придется вести борьбу на Украине. Что украинцы должны знать и русскую, и украинскую историю. Что главный политический враг сейчас на Украине не Россия, а Польша. Что все разговоры о том, что Украина представляла из себя экономически самодавляющее целое в 20 веке, это есть разговоры, которые льют воду на мельницу украинских национал-шовинистов и украинской буржуазии. Что задача сейчас в области истории заключается в изучении колонизаторской роли Польши. Некоторые честные украинцы готовы прямо заявить, что Польша никогда колонизацией не занималась, а Россия всегда. А если они и готовы признать, что Польша была колонизатором Украины, то и то это они допускают до польских разделов, а после польских разделов Польша сошла на нет, и колонизатором была Россия. Я думаю, что этот украинский национализм резче проявляется в области литературы, искусства и истории. Это удивительно. Стоит признать, что советская Украина до голодомора и массового сталинского террора весьма активно и даже агрессивно сопротивлялась российской экспансии, сохраняя свою национальную идентичность. Видный советский историк того времени Пиантковский в своем дневнике об этом писал прямо, хотя и имел противоположную позицию. Его, правда, потом все равно расстреляли, впрочем, как и многих его оппонентов. В этом видео представлен всего лишь один крошечный, но достаточно характерный пазл истории Украины и украинского Донбасса. А ведь подобных исторических материалов, только основательных и значительно более объемных, существует огромное множество. И в архивах, и среди научных работ, и в опубликованных книгах по истории, но, что самое главное, в памяти украинского народа. Просто до 2014 года украинская тема на Донбассе по политическим соображениям была абсолютным табу. Местными пророссийскими элитами там культивировалась российская культурная автономность. И это при том, что север Донбасса и часть пригородов Луганска и Донецка и сейчас в большинстве своем говорят на украинском языке. Можно много говорить на тему украинского Донбасса. Например, что в 1917 году в Бахмуте над уездной земской управой был поднят синий-желтый флаг УНР. А на севере современной Донецкой области в 1923 появились первые украинские автокефальные церкви. Можно полистать сборник этнографических материалов 1927-29 годов про Марьинку, Красногоровку и Авдеевку, убедившись, что в старых записях, сделанных со слов респондентов, нет ни одного слова на русском языке, а есть украинский фольклор, украинские песни и украинские обряды. Можно найти материалы о мощной сети АУН, организации украинских националистов, на территории Восточной Украины в начале 1940-х годов, когда у украинцев появилась надежда на то, что советы сюда больше не вернутся, и было организовано мощное антинемецкое подполье, когда плечом к плечу с ауновцами действовала, например, и молодая гвардия. В Краснодоне АУН имела большую поддержку населения, чем молодогвардейцы. Но этот факт после войны официальной пропагандой был скрыт, и в известной книге Фадеева события были перекручены в советскую сторону. Хотя одним из героев романа стал лидер украинских националистов на Донбассе Евген Стахев, конечно же причисленный к членам молодой гвардии. Тема украинского Донбасса неисчерпаема. В моей семье, а я родом с Донбасса, хранится семейный архив документов, где, например, бабушкино свидетельство о рождении, которое выдано в Луганской области в 1929 году, написано полностью на украинском языке. Донбасс – это стопроцентно украинский регион, поэтому разговоры об исторически исконном русском Донбассе, а также Крыме, Новороссии, русском мире, русской весне и прочих выдумках российской пропаганды не имеют никакой связи с реальностью от слова «вообще». Донбасс никогда не был русским. Российские претензии на этот регион смешны и абсолютно необоснованы. Читайте историю, включайте разум и не будьте жертвами пропаганды. Донбасс – это Украина. Спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, поддерживайте нас на Патреон. Всем добра! Донбасс – это Украина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова